В Кургане пять кинотеатров. Иногда в них показывают фильмы, руку к созданию которых приложили зауральцы. Так в начале года в России презентовали картину «Неадекватные люди» продюсера Михаила Кукушкина. Он некогда был директором телекомпании «Регион 45», по сути основателем первого альтернативного телевидения в Кургане. На показ в родном городе пришли друзья Михаила и его бывшие коллеги. Многие по-прежнему держат с ним связь. Я говорю, Миша, ты понимаешь, что тебе сегодня будет икаться вообще весь вечер? Он говорит, все, пошел за водой, пошел запасаться водой. Поэтому я очень счастлива. Я уверена, что мы посмотрим еще несколько фильмов его, потому что для него это только начало. Я счастлива, что он исполнил свою мечту. Курганцы продюсируют и сами снимают фильмы. Зауральский режиссер-документалист Александр Голубкин снял картину об испытаниях, которые пережил наш земляк на фронтах Великой Отечественной. Параллельно автор рассказал историю немецкого солдата Ханса. Голубкин четыре года трудился над фильмом. Съемки проходили в Волгограде, Москве и Зауралье. Там, где местность напоминала о враге, леса и озера, в фронтовые годы. И вот эти события были настолько страшные. Настолько они... Вот именно страшные они были. И я подумал, что, знаете, было так страшно, что даже, мне кажется, во время войны ангелы боялись опускаться на землю. Здесь было страшнее, чем в аду. Фильмы курганцев показывают на российских и международных кинофестивалях. В целом, жители Зауралья положительно отзываются об отечественном кино. Ну, я много не помню сейчас фильмов. Лучше иностранных, по крайней мере. Единственное, что мне не нравится, это вот детективы российские. И вообще не приемли любые, ни заграничные, ни наши. Ну, освобождение можно вот нормально. Тень исчезает полдень. Ну, такие фильмы. Мне, в принципе, нравится отечественное кино. И запоминается. И несколько раз можно смотреть. Независимо как бы и от возраста. Александр Гришаков, Александр Менщиков, Андрей Бахарев. Телекомпания «Регион-45». «Регион-45». «Регион-45».